Ученица Щелковской гимназии номер 6 Елизавета Загребнева мечтает связать жизнь с юриспруденцией. В изучении права девушка давно вышла за пределы школьной программы. Елизавете удалось стать победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. И сегодня старшеклассница стремится стать абсолютным чемпионом. Нужно научиться мотивировать самого себя, брать мотивацию не от друзей, не из интернета, не от знакомых, а именно от самого себя. Также прокручивать в голове мысленный конечный результат того, для чего вы это все делаете, знать зачем, что, почему вы это делаете и идти только вперед. Что было самое сложное? Самым сложным перебороть перегорание. Вот так вот. Были даже такие моменты и в такие моменты на помощь мне приходили мои учителя, родители, наш тренерский состав сборной. Вот именно они. Пройдено немало и сегодня Елизавета готова дать совет тем, кому предстоит в следующем году принять участие в этих интеллектуальных состязаниях. В гимназии номер 6 состоялся единый день подготовки к региональному этапу олимпиады. Более ста ребят, талантливых учеников из 20 школ округа приехали на мастер-классы опытных, высококвалифицированных педагогов, которым уже удалось подготовить победителей и призеров состязаний. В прошлом году ими стали 105 щелковских школьников. Сегодня отдельной славой благодарности вам, уважаемые учителя-наставники. И сегодня стартует командная такая работа на регионе. Это очень важно. Педагоги дали мастер-классы по французскому и немецкому языкам, истории, технологии, праву, экономике, астрономии, ОБЖ и литературе. Ребята смогли получить ответы на интересующие их вопросы, на что стоит обратить внимание при подготовке к интеллектуальным состязаниям. Какие источники информации было бы полезно использовать? Наблюдается рост одаренных детей, увеличивается количество участников регионального этапа и увеличивается количество победителей и призеров регионального этапа. Олимпиадные задания выходят за рамки образовательной программы. Это в первую очередь интеллект ученика. Это его взгляд на предмет немного иной. То есть это более глубокие знания и всесторонние знания предмета. Уже известно, что первым в списке программы Олимпиады будет французский язык. Всего же на соревнованиях представлено 24 предмета. Представить городской округ на региональном уровне Всероссийской Олимпиады школьников готовятся более 350 учеников образовательных учреждений. Конкурсные испытания начнутся уже в январе нового 2022 года. Продолжение следует...